Народное Славянское Радио Проснись и слушай Здравия всем, кто смотрит и слушает Народное Славянское Радио! Меня зовут Сергей. Здравия, Алексей! Сегодня я хочу поговорить о чудесах и о том, как их можно сотворить. Вы, наверное, слышали про повышение вибраций на планете. Это называется резонансом Шумана. Это сейчас освещается в прессе. Их можно отслеживать онлайн на Томской станции комплексного мониторинга. И вот я заметил, что повышение амплитуды вибраций совпадает с моментами в жизни, когда всё чудесным образом получается и складывается. Именно чудесным образом, потому что на другое я бы не обратил просто внимания. Я не так давно живу в Окунево, Омской области. Это известное место силы, так что к чудесам здесь все уже давно привыкли. Но это что-то было из ряда вон выходящее. Вот начал я потом следить за этой амплитудой и уже намеренно дождался скачка амплитуды. И попробовал изменить в себе то, что не мог изменить лет 20. Хотя неоднократно пытался, но ничего не получалось. И вот у меня всё получилось идеально и без всяких напряжений. А недавно ещё увидел связь больших праздников с этим явлением. Вот Рождество. Скачок ровно на время трансляции церковной службы по телевидению. А вот Старый Новый Год. И это уже похоже на обратную связь, когда настрой миллионов людей раскачивает амплитуду. Хотя наука утверждает, что природа изменения параметров этого резонанса – грозовые фронты. Но это, видимо, не всегда так. Вы можете сами дождаться повышения амплитуды и попробовать сформулировать намерение. Что-то изменить в себе, понять что-то для себя, исцелиться от болезней. Или, может, вам чего-то в жизни остро не хватает. Попробовать обрести это. Судьбу, конечно, не миновать. Свои уроки на эту жизнь надо проходить. Но форму пути задать можно. Холод, допустим, можно понять, стоя на Северном полюсе в трусах с сосулькой на носу. А можно из тёплого дома, глядя на замерзающих прохожих. Жизнь строится из нашего отношения к ней. Точнее, мы её строим своим мировосприятием. Во время скачка амплитуды можно настроить себя на такую жизнь, какой мы её хотим видеть и ощущать. И произойдёт чудо. Это нужно сделать, чтобы получилось один раз. И тогда всё пойдёт как по маслу. Славяне вообще народ могучий. В построении намерения есть некоторые нюансы. Первое – это мотивация. Что нами движет? Страх или любовь? Нужно отслеживать, что вами движет любовь, конечно. К примеру, страх перед болью или болезнью – очень плохой помощник. Лучше смотивирует любовь к здоровому телу, к примеру. Ещё нужна искренняя необходимость в том, что вы просите. Чтобы это не было предметом бессовестной роскоши, а соответствовало достатку. Использовать нужно только настоящее время в формулировании намерения. Реальность всё воспринимает абсолютно буквально. И постановка вопроса «я хочу это» приведёт только к реальности, в которой я всегда хочу это. То есть намерение, формулируем, у меня появляется это. И в такой фразе нет никакого лукавства, потому что сформулированное намерение – это уже исполненное желание. Уже исполненное. Просто физическая реальность инертна, тяжеловата, ей нужно некоторое время, чтобы проявить результат воочию. Что такое резонанс Шумана? Когда возникшая между ионосферой и поверхностью Земли волна после огибания земного шара снова совпадает с собственной фазой, то есть входит в резонанс с собой же после прохода всей Земли, то она может существовать долгое время и образуется стоячая волна. Частота резонанса сильно не меняется. Ощутимые перемены наблюдал только в амплитуде, которая измеряется в пикотеслах или милливольтах на метр. И характеризует плотность электромагнитного потока. В спокойном состоянии показывает значение 2-5 пикотесла. Скачки наблюдал до 170. А чудеса происходили уже на 70-80. Как это работает технически? Так называемая сетка Хартмана – это энергосиловой каркас Земли. Клетки этой сетки имеют средний размер 2 на 2 метра. Когда рамками проверяют место установки в кровати в новом доме, то хотят как раз избежать пересечения силовых стенок вот этой сетки, чтобы кровать не попала в область завихрения полей. Так вот, эти стенки из сетки Хартмана с увеличением высоты увеличивают свою толщину. И на какой-то высоте они, естественно, становятся такими толстыми, что превращаются в один сплошной слой. И это слой планетарного сознания. В нём всегда всё связано со всем. На поверхности же Земли информационные коммуникации реализуются стенками сетки. Ну, что по эффективности, сами понимаете, гораздо слабже, чем сплошной слой. Волны резонанса Шумана колеблются между поверхностью Земли и ионосферой, проходя как раз сквозь этот слой. А более плотные волны с повышенной амплитудой, на скачках как раз, более тесно связывают верх с низом. Поэтому при высокой амплитуде все наши мысли и намерения гораздо громче и внятнее для тонкого плана, который строит, кстати, нашу физическую реальность. И мы в буквальном смысле способны достучаться до небес. Но любая волшебная палочка имеет две стороны. Если в это время пребывать в негативе, унынии или кого-то, к примеру, жёстко осуждать, то получится очень жёсткий, усиленный ответ в том же формате. То есть будет не сладко, так скажем. А то, что мысль творит физический мир, многие в наше время и так понимают, и мы в любом случае постоянно корректируем свою реальность. Эффект, про который я рассказал, просто усилитель. Мысли, намерения, ну и сигнальный маячок, что вот в это время негатив особенно опасен. На сайте мониторинга время Томска, но доказано, что амплитуды привязаны ко времени суток. Если скачок, допустим, произошёл в Томске в 12 часов дня, то в Москве он будет тоже в 12 часов дня через 4 часа по московскому времени. Это бонус для регионов западнее Томска, потому что у них есть время подготовить намерения и подготовить своё состояние к этому. Ещё один важный нюанс в построении намерения. После формулирования намерения, когда всё подробно вы для себя описали, прочувствовали, нужно резко про всё это забыть. Просто доверить это дальнейшее исполнение реальности и забыть совершенно, как будто вы этого вообще не делали. Потому что дальнейшие мысли по этому поводу будут наоборот строить стену между тем, что вы задумали, и реальностью. Вот, в общем-то, и всё, что я хотел рассказать по этой теме. Дерзайте, всего вам самого светлого. Вдыхайте радость, выдыхайте любовь.